Глубоко внизу самцы соблазняют электрической серенадой потенциальных партнерш. Самки воспринимают их с помощью электрорецепторов на коже. Этот самец находится в поисках партнерши. Но на его зов приходит другой самец с такими же планами. Придется отстаивать права на самок. Челюсть у соперника немного тоньше, но такая же сильная. Самец попадает в захват пришельца. Он проиграл битву. И должен изменить частоту своего сигнала, чтобы освободить победителю электрический канал. Усилившаяся активность в воде не проходит незамеченной. В темных водах Амазонки обитают не только электрические рыбы. В этих глубинах живут еще самые искаты. Тело самов покрывают клетки, чувствительные к вкусу. Как и электрические рыбы, они могут принимать сигналы посредством электрорецепторов. Рыбы, сосредоточенные на поиске партнеров, становятся легкой добычей для голодных хищников. Брачные игры могут дорого обойтись. Электрической рыбе удалось спастись. К счастью для нее, саму не нужно питаться каждый день. Продолжение следует.